Останки 52-х червона армейцев перепаховали увезцы Самулки из Шаусского района. Могилёв принимает 18-й международный открытый чемпионат внутренних войск по службовым многоборьям сяродки Нолагау. Это дневник патриота. Вполне интересный. Ложечка. Мне нравится. Выявы Могилёва упрыхожат в могилёвские дённики до нового научного года. Три района Могилёвшины пешими в области завершили жниво Кировский, Бобруйский и столица Дожинок Кличевский район. По информации Аблсельгасхарча, на ранницу 22-го жнивня убрано 95% площу, намолочено 1 млн 72 тыс. тонн сбожжа. Причим, средняя урожайность выросла от 35,6 центнеров з гектара. У Могилёвской области убрано и 39% просядибных участков со сбожжевыми культурами. Их огульная площа – боль за 9 тыс. гектаров. Ця первая связь с дождами жниво на приватных палетках припынина. Як только доброе надворье вернется, работа одновится. Боль за усих поспели убрать сбожжа Кировский, Бобруйский и Гловский районы. У вёсцы Будда городских районов живут только 25 человек, але и тут трымают хатние господарки и сеют сбожжевые для харчавания живёлы. На сегодняшний день у нас на личном подсобном хозяйстве выделено 100 гектар земли. Из 100 гектаров из этих возделывается 20% на зерновые цели, то есть для ведения домашней живности. Присадибные наделы сбожжа у Будде огульной площы у 5 гектаров да поможет сжать комбайн мясовой господарки Коптевская Нива. Работают на соседнем поле, но уже в связи с тем, что уже 70% урожая убрано площадей, то уже приступили к уборке приусадебных участков населения. Ж него для добрых господара – соправдное свято, и у им берет у дел вся семья, у ключ на дятей и унуков. 80 соток сбожжевых смоляков и сеяли уручную, по стародавнему, а лежнусь по-сучасному. Мы довольны уборкой урожая, так сказать. Прекрасный урожай, но стихия немножко дала свои коррективы, так сказать, и полегло много урожая, большинство считай. Но будем надеяться, что наш водитель, то есть комбайнер, с большими усилиями постарается поднять этот урожай, как говорится, и чтобы на молот был неплохой. Урожай неплохой в этом году. И картошка, и гряды – все хорошо у нас. Плата за допомогу на жневе для селян прымальная. Один рубель за сотку платят работники сельской господарки. Пенсионеры – полтора рублей, іншые – два рублей за сотку. Гэта есть инвестиции у хатню господарку, якая будет забеспечена харчами. И, поколь комбайн працует на поле, семья смоляковых показывает свою господарку и тех, кто будет уреште есть собранное сбожжа. У смоляковых только овечек более за сотню. На такой великой господарце працует вся семья. Дети заехали у город, але ведают сану сельской працы. Здесь с солнцем встаешь и с закатом ложишься спать. На реште праца комбайна на поле Убуде завершается самым текавым ведовищем – выгрузкой намолоченного сбожжа. Урожай по сравнению с прошлым годом намного лучше. Но придется немножко досушить, и будет готово наш хлеб. Илона Иванова, Юра Уласцов, Новины региона. На пожары в Климовицком районе загинула пенсионерка. Гары у приватной жилы дом. Подчас ликвидации у сгорания у адным спакоев в артовальники знайшли тело 90-годовых господиней дома у Ладальня. Специалисты высветляют причину здарения. Селета на Могилёшине отбылся 461 пожар. Загинули 37 человек. До других событий останки 52 червоноармейцев с всеми воинскими ушанованиями перепаховали у вёсты Самокичаусского района. Это стало своего рода выниковой рысой Чарговой белорусско-российской пошуковой экспедиции. До речи, эту вахту памяти сами пошуковики лечат самые поспяховые за 400 годы. Знайдены 12 медальонов, 5 зих удалось прочитать. Остатнее на экспертизе. На церемонию перепахования червоноармейцев собрались и у всех же хоры вёстки Самоке. Иудакея Ефимона у 1941-м была маленькой девчонкой. Однако на всё житё запомнила расповеды батьков. Мама моя, бабушка, лежали тут, как хоронили их. Там, говорили, было славно, ещё поле. Один или одного лежали. Танк все вот такие разбитые, это я уже помню. В колхозе работали. Ну, по рассказках, ну, это длилось не так-то и много. Время, что туда бомбили. Но там быстро оно кончилось. У них тоже летых людей ещё. С 90-х годов минулого 100-х годов клуб «Викру» избирая информацию видоводжцев, архивов. Специализованному батальону, могилёвскому клубу «Викру» раскопки допомогал вести Нижегородский клуб «Рассвет». А теперешние профессийные пошуковики узгадывают, что починали удельничать у раскопках такими ж подлетками. Когда организовался этот клуб, у меня было по 16 лет, Николай Сергеевич Борисенко начал это движение. Мы тогда впервые выехали в Смоленск. Это была большая вахта памяти. То, что я стал военным командиром, в основном, может, даже небольшой процент внёс даже в самое установление. За 24 годы основания экспедиции селетняя вахта памяти на редкость удалая. 12 медальонов червоноармейцев 1941 года. Стали вядомы ясше 5 имёнов. Хотя улику сгинувших без весток тут ляжить не одна тысяча. А баронцы у Могилёва. Если говорить о том, что из окружения выходило по 1941 году брать 10-тысячная армия и подняли или официально захоронили 500 человек, а где остальные? Поэтому работать нам ещё очень много. По немецким данным, наших, к сожалению, не сохранилось. Так вот, по немецким данным, здесь покоится прах не менее двух с половиной тысяч человек. Солдаты, командиров 61-го стрелкового и 20-го механизированного корпусов. Вот на полях здесь, в лесах, у деревень Самулки, Удовск, Благовичи, Темнолеси. В вот этих местах мы ещё будем работать и работать. Останки 52-х солдат перепаховали у братской могиле вёски Самулки. Родных пяти солдат, имёна яких стали вядомы, отшукивают. И семь медальонов ясше на экспертизе. Ёсь верогодность, что удастся прочитать, ясше не которые. Татьяна Сергеичек, Миколай Соболёв, Новины региона. Могилёв при мае 18-й международный открытый чемпионат внутренних войск по службому многобору и сирот кинологу. Семьдесят специалистов из всей Беларуси и гости из России разом со своими четвероногими партнерами поспорачаются за звание лепшего в большем 20 дисциплинах. И, как переконался Павел Савицкий, не глядячи на найновейшие технологии и досконалые обсталявания, самым выниковым з'является пошук со службовым собакам. У программу с поборництву, окромя выканания элементов агульного курса дрессировки, обаходить пошук наркотичных сродков и выбуховых речевов. Уседшие трехногие удельники службовые собаки-океда помогают нести службу с упрацовником разных ведомствов. Дисциплин порядка 24. У нас есть собаки по поиску наркотических средств, взрывчатых веществ и общеразыскного профиля. Это и следовая работа, и полоса препятствий, и общий курс послушания, и выборки транспорта, и поиск людей в завалах, поиск наркотических веществ в любых его проявлениях. Сирот четвероногих конкурсантов, первоважная большесть, немецкие аучарки. Именно витах этой опородоз являются наибольшь универсальной для несения службы. Так, Александра Беньковская, удельница с Махилёва, призер шматлигих с поборництву як республиканского, так и международного узровню. Разом с Гермесом працую неколький год. Кажа собака, а кто и психолог, разумея господара, его настрой. От умения працывать с собакам часом может залежить эффективность несения службы. Тоже самое общий курс, оно кажется, что это все так легко, но на самом деле это долгий труд, время убивается, собака не робот, она не может работать всегда. То есть точно так же, как человек по настроению. То есть она хочет работать, она будет работать. Не хочет работать, она работать не будет, она будет идти в отказку. Кинологичные службы створены у правоохранных органах по граничным и мытным ведомстве. У Министерства по надзвучайных ситуациях собаки допомогают человеку выратовывать, затрыбливать, отшукывать. И что дня доказывают, что не дарма едут свой корм. Павел Савитки, Александр Артемьев, Новины региона. Выявы Могилёва на Дённику. 1 вересня многие школьники сядут за парты с дённиками у новым дизайнерским оформлении. Могилёвская ратуша, драмтеатр, Мастацкий музей имя Павла Масленникова, Плоша, Зорок. Такие выявы упрыгожат в окладку Могилёвского дённика для 5-11 классов. Министерство адукации селита рекомендовало до выкарастания дённики 10 друкарень Беларуси. Одна из них – Могилёвская областная друкарня имя Спиридона Соболя. Её дизайнеры на этот навычальный год самостоянно распроцовали в окладке для двух дёнников. Первый из них – для средних и старейших классов. На окладке разместились славутости города. Могилёвчане утын ликуют школьники и их добро ведают. А если не все, то будет добрый напомин. Нашим Могилёвчанам как вам кажется, понравится? Я считаю, что это дневник патриота. Вполне. Ну, интересный. Ложечка такая. Мне нравится. Возле какого из этих объектов мы сейчас находимся? Возле звездочёта площади. Здесь ещё театр, который там. Романтический театр? Это я не знаю, что... А музей, который ты не знал, это художественный музей имени Павла Масленника. Если на дневниках существуют вот такие вот знаки как достопримечательность, я считаю, что это полезно любому ребёнку и даже взрослому. Чтобы напомнить. До речи выявы Могилёва миновито на дневниках заявились о першиню. Продукция над рукава над тиражом 25 тысяч экземпляров и уся поступила у продаж. Созванивались с Министерством образования, с Национальным институтом образования и мы получили очень положительные отзывы о нашем дизайне обложке, им очень-очень нравится. Школьникам могилёвским они по вкусу придутся? Я думаю, что придутся. Вижу, только школьники наши хорошо учились и получали хорошие отметки в наших дневниках. Нам будет очень приятно. Другий дённик от Могилёвской друкарни для молодших школьников. Ён вось таки с белорусскими орнаментом и символикой. Олесь Рыбалка, Виталь Вопсев, Новина Региона. 20 годов эфир и таки юбилей селит, означая Радио Могилёв. На переды Дни Свята на Радио стартовала серая доброчинных акций. Нагадаем, спочатку наши коллеги распрацевали и установили дорожные знаки, які закликают велосипедистов спешиваться перед пешеходными переходами. Каб реализовать яшедну доброчинную акцию, Радышики отправилися у агрогородок Буйнича Могилёвского района. Семья Бродовых с Буйнич шмад детная. Тут выховывают пять детей. Три из их школьники. И тому для их один из самых финансово складанных периодов минавита подрыхтовка до новучального года. Когда собираю детей, у меня есть какие-то деньги, я по чуть-чуть собираю. Я сразу не могу собрать их всех. Это невозможно. У меня есть определенная сумма. Я иду тетрадки покупаю, я иду покупаю альбомы. По чуть-чуть. Акция, где поможем собрать детей в школу от Рады Могилёв и партнёров свой особливый подарунок семьи до нового научального года. Мы решили выбрать и вашу семью и вручить от радиостанции наши подарки, сладкие подарки, в том числе радиоприёмник, который, я надеюсь, вы будете настраивать на волну 96,4. и поэтому это вам. Универмаг Центральный дарит вам вот этот вот замечательный рюкзак с канцелярскими товарами. И ещё плюс к этому я хочу как бы торжественно вручить от Универмага Центральный нашу дисконтную карту «Многодетная семья», которая даст вам возможность в любой секции, в любом комплексе Универмага получить скидку в размере 25% на определённые товары. Я хотела себе яркий портель, чтобы можно было сюда перемещаться, для школы. Угодили? Да, спасибо большое. Ты хочешь в школу идти? Да. А что нужно с тобой в школу в первый класс? Тетради. Тетради наручки. Всё яркое, что красивое. Верная портфель. Верная портфель. На Хэтэн доброчинная акция от 96 и 4 ФМ радую не завершена. Её удельниками станут одразу некольки семей из города и в области. Поскольку у нас в коллективе есть сами мамы, папы, у кого дети ходят в школу, и мы знаем на себе, насколько это непростой процесс закупить весь перечень ручек, тетрадей и прочих констоваров, поэтому мы решили помочь семьям, многодетным собрать деток в школу. Своё 20-ти годзе Радою Могилёв будет святковать в вересне. Да, тульяны плануют добрый аппарат квать детячая плясовка у разных районах Могилёва. А юбилейным десертом станет спортивное свято отель Радою компанией Могилёв. Катерна Балукова, Миколай Соболёв, новины региона. На нашем сайте tvrmogilio.com вы так сможете поглядеть самые актуальные новины Могилёвщины. А я с вами разведуюся. Дякую за увагу и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова